Поставить вопрос о том, не происходит ли работа озона и другого газомедиатора, а именно сероводорода, через оксид азота. Оксид азота это молекула, которая управляет практически всеми процессами в организме, начиная от ментальной деятельности, кончая половыми актами. И она, следующий слайд, пожалуйста, аниницирует его появление. Я сначала остановлюсь на такой проблеме, а что сейчас известно о механизме функционирования оксида азота. Ну, еще было установлено в 90-е годы, что оксид азота продуцируется иносинтазами, выделяется в форме свободной молекулы и дальше, так сказать, функционирует, причем он функционирует в двух ипостасях. Как непосредственно нейтральные молекулы, которые связываются с соответствующими гемосодержащими ферментами. И второе, она работает как ион-нетрозония, ино-плюс. Ино-плюс вызывает С-нетрозирование, то есть замещение протонов в теовых группах на ион-эно-плюс, то есть образованием нитроза теовых. Если учесть, что вообще биохимия, это на 70% биохимии теовых групп, то это основная форма действия оксида азота через С-нетрозирование теолога. Но на самом деле, просто свободная молекула ино, попадая в организм, еще на первых парах исследований было ясно, что эта молекула свободно-радикальная, и она очень, так сказать, подвержена воздействию с другими молекулами, например, в первую очередь с супероксидом. Это две радикальные молекулы, которые идут с дефусионно-контролируемой скоростью, поэтому ино на самом деле в свободном состоянии не может выполнять не только аутокринный, но и парокринный эффект, который, когда ино действует на большие расстояния, он просто не доходит. Поэтому его надо стабилизировать. И природа, собственно, прибегает к двум способам стабилизации оксида азота. Это включение его в нитроза теолога. Значит, я показал вот эту реакцию с супероксидом, которая убивает оксида азота. Это основная реакция, которая страшна, да, оксида азота. Он может связаться с гемовыми группами, по двойным связям связаться, но это основная вещь, которая убивает. Если мы вводим супероксид из мутазу, время жизни резко возрастает. Так вот, следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Для того, чтобы стабилизировать оксида азота, природа включает его в две формы. М-нитроза теола, то есть вот РСНО, это нитроза теола, протон замещен на ион-нитрозония, НО+. Или включается в динитрозильный комплекс железа, который нам посчастливилось открыть еще в 60-е годы, когда я будущий аспирантом работал на методом ОПР, на живых системах. И вот, собственно, включение в эти комплексы предвращает его от блокирующего губительного действия супероксида, обеспечивает его накопление, транспорт по системе, то есть парокринные действия, например, посвобождение ИНО и ИНО+. И ИНО+, тоже это важный момент, что сейчас мы доказали четко, что вот динитрозильный комплекс железа является донорами не только ИНО, но и ИНО+. То есть они выполняют обе функции оксида азота. И все фактически в этой форме работает. Более того, я постараюсь показать, что на самом деле рабочей формой оксида азота, маленькой молекулой, является вот динитрозильный комплекс железа, которым сейчас очень большой интерес развивается и на Западе. Наконец-то о них дошло, что в России сделано крупное открытие. Они это прозвивали. И теперь спохватились и начинают действовать в этом направлении. Следующий слайд. Следующий слайд. Значит, вот структура этих комплексов. Это так называемая моноядерная. Это два тиола, железо и две молекулы иные. Это моноядерная с одним железом. И двуядерная. Это вот два атома железа, четыре атома железа. Это очень похоже на красную соль Руссена, которая открыта была знаменитым французским химиком-фармацептом в XIX веке. Ну вот это эфир, тиоэфир, красная соль Руссена. Значит, первые комплексы моно, они парамагнитные. Дают сигналы ЭПР. Благодаря этому сигналы ЭПР, они были открыты нами в начале 60-х годов. Затем это было подтверждено американцами в 90-е годы. И вот эти комплексы диамагнитные, они ЭПР не дают. Они только оптически могут быть индифицированы. Следующий слайд. Значит, вот их характеристики. Биядерные комплексы. Так, как здесь нажимать? Биядерные комплексы. Это вот такой сигнал оптическое поглощение. Это моноядерные, такое оптическое поглощение. И сигналы ЭПР такого вида. Они дают специальный форма такая, специфический сигнал для моноядерных комплексов. Следующий слайд. Значит, вот они, это история открытия. Это вот мы в 63-65-67-х годах обнаружили сигналы ЭПР этих комплексов, идентифицировали эти комплексы как стеркоскопические и характеристики сигналы ЭПР. И вот это сделал другой, так сказать, деятель в Америке, Барри Комблер, который является одним из пионеров, используя методы электронного промагнитного изонаса в биологии. То есть вот у них слабенькие сигналы возникают. При скармливании гепатоканцерогенов крысам, значит, сначала они возникают сигналы, а потом исчезают. У нас, так сказать, сигналы были зарегистрированы полностью еще, так сказать, в 63-65-м годах, а это уже в 90-е годы, когда стало ясно, что оксид азота – это уникальная молекула, которая воровается в организме и управляет практически всеми процессами, которые, физиологическими процессами, которые протекают в организме животных и человека, когда и микроорганизмах, это молекула, которая регулятором практически всех живых системах, которые есть, ну, заисключая вирусы, конечно. Вот. А это уже повторение американцев, которые в 90-е годы зарегистрировали сигнал в активерных макрофагах, которые выделяют оксид азота. Этим оксидом азота они убивают, собственно, клетки мишени действий. И вот, так сказать, это вот ингибиторы из аргинина, получается, и, ну, это было показано, что иного рабаца при окислении аминогруппы аргинина, значит, блокаторы этих ферментов или убирания, значит, это блокирует этот сигнал. Следующий слайд. Следующий слайд. Значит, я пытаюсь вам показать, что просто свободная молекула, несвязанная молекула оксида азота, она неэффективна, а когда она включена вот в эти комсы динтроизоля и комсы железа, она начинает эффективно работать. То, что эти комсы работают, это показано вот на изолированных сосудах, это сокращенные изолированные сосуды, сердечные сосуды, значит, они сокращаются норадреналином или адреналином, опытный изолированных сосудов, и дается компас, который выделяет ИНО. Вот ведь, чем больше доза, так сказать, это выделение расслабления сосуда, сосуд вращается, здесь это с цистиином, а это с глютатионом, а другой, так сказать, пептидом, который содержит иоловую группу природную, который вот тоже самое вызывает такое же ослабление. Следующий слайд. И вот, собственно, здесь сравнено действие оксида азота на изолированные сосуды и этих вот самых комплексов. Значит, вот здесь как это делалось? Оксид азот загонялся в замкнутую систему, и через резинку, так сказать, шпыльцом доставался этот раствор с оксида азота, давался в среду инкупации изолированного сосуда, и вот по мере повышения дозы этого оксида азота началось расслабление этого сосуда. Ну, так вот, видно, что комплексы с генетерозиденкового железа, о которых я говорю, геноси, так сказать, в английском сейчас звучит, вот они работают очень эффективно, особенно в малых дозах. А это, так сказать, ацетилхолин, который, так сказать, на действие которого было открыто в 80-е годы Робертом Фардж-Коттем и за которым получил новинскую премию за открытие оксида азота в живых системах, а то, что он обладает такой расслабительной функцией, так называемый энтериальный фактор релаксации сосудов. Значит, следующий слайд. Значит, вот здесь сопоставлена эффективность действия свободного оксида азота и оксида азота, включенного в эти вот самые комплексы. Ну вот при малых дозах, видите, разница в дозах эффекта, значит, она в 400 раз больше. То есть в малых дозах оксид азота практически слабо и работает. Почему? Потому что он окисляется супероксидом, так сказать, неактивную форму и не работает. А при больших дозах, конечно, работает. Так вот, а здесь вот если мы введем, значит, в отсутствие супероксидной сутазы, то есть ферменты, которые уничтожают активный супероксид аниона. Если мы введем с СНО супероксид и сутазы, а в комплексе мы и без супероксид и сутазы, то различие всего, так сказать, небольшое, всего в 5-6 раз всего. Это означает, что включение ЭНО, головы ЭНО в комплексе с железом эквивалентно добавлению СВД. То есть он защищает оксид азота от окисидного действия супероксида. Значит, вот это уже яркий пример того, что в свободном состоянии оксид азота, так сказать, менее эффективен, чем он просто и легко окисляется, а включение ДНКЖ его защищает. Следующий слайд. Значит, на следующем слайде показано гипотензивное действие этого комплекса. Значит, это вот примерно на крысе вводится примерно 0,8 микромоли на килограмм. Это нитрозотио, о котором я говорил, РСНО. Значит, он работает вот так, он так поснижает давление, а потом возвращается до нормы. А эта вот штука, нитрозильный комплекс, он остается длительное время, давление понижено. Почему? Потому что вот эти с низкомукулярных теолов, он переходит на теоловую группу белков. Образуется стабильный, более стабильный комплекс, он потихонечку выделяет иной. Поэтому это действует длительное, так сказать, то часу и так далее. Значит, очень любопытная вещь такого рода, что если мы начнем с нитрозотио повышать концентрацию, здесь вот 0,4 микромоли, вот видите, он упало, давление у крысы, а потом поднялось быстро, буквально там за 4-5 минут. Если мы увеличим в 100 раз даже концентрацию нитрозотиола, то всего лишь амплитуда примерно та же самая, а время увеличится всего до 10 минут. Что это означает? Нитрозотиол работает как депутатизмное средство, поскольку он выделяет оксид азот, так? И свободно оксид азот начинает работать. Если мы увеличим концентрацию в 100 раз, в 500 раз, оксид азота тот же самый выделяется больше. Но он не работает, потому что погибает. Погибает, и лишний раз говорит о том, что в свободном состоянии оксид азота в организме животных не работает. Он должен связаться в совершенно стабилизирующей его форме, в этой форме перейти, и там уменьшение действия, например, гулациклазия или теолога группа, он освобождается и производится в ответственное действие. Значит, вот это важный момент этого дела. Следующий слайд. Следующий слайд. Значит, каков механизм их образования в организме? Значит, это два механизма, которые были предложены нами, которые сейчас обсуждаются в литературе. Это первое, значит, вот просто, на самом деле, раствор железа с теолами дается газообразной оксид азота, и дальше, значит, происходит, это очень важный момент окисления двух молекул ИНО, так сказать, диспропорционируя. Одна молекула ИНО окисляет вторую через орбиталии железа, и возникает вот такая структура с ионом нитрозонией, так сказать, да, которая может выполнять как функции донора ИНО, так функции ион нитрозонией, то есть активировать соответствующие мишени действия ИНО, а именно гулациклазу, гемосодержащий фермент, и теолосодержащий фермент. Это одна способ. Другой способ, хватает из нитрозотиолов. Если нитрозотиол смешать с железом и с теолами, то происходит та же диспропорционированная взаимноокисление молекул теолов, и в итоге возникает то же самое комплекс. Значит, сейчас идет очень сильная дискуссия, то есть, у меня с западными учеными, состоит в том, что они полагают, что железо здесь более насыщено кислородной, электронной плотностью, но сейчас мы показали окончательно, что я прав, а они не правы, так сказать. Это важный момент. И на самом деле, вы знаете, что происходит, какая вещь? Мы очень, так сказать, люди, знаете, такого полана интеллигентные, а там доходит до того, что, например, пишут, что он не прав, это абсолютно, так сказать, фантазия и так далее, пока не докажешь, понимаете? То есть, там это собачьи отношения на западе, мне приходится там работать, так сказать, очень сурово. Это такая вещь, так сказать. Следующий слайд. Значит, вот это вот то, что я сделал из нейтроза теолов, это тривиальный способ синтеза этих комплексов, который может сделать школьник, который немножко овладел методами химии. То есть, как это делается? Берется теол, например, глютатион, он добавляется к забуферной системе, например, так сказать, ну, забуферной системе. Он понижает ПАЖ, дальше добавляется двухвалентное железо, железо в кислой среде растворяется, не дает гидравой ксид, он растворяется. Дальше добавляется нитрит. Нитрит в кислой среде вместе с теолами, нитрит превращается в азотистую кислоту, которая способна нитрозировать, производить НО+, нитрозировать теолы, дальше повышается ПАЖ, получается комплекс. То есть, очень простой метод, который сейчас в мире начинает широко использоваться для этих вещей, потому что работа с газообразным НО, это очень сложная вещь, потому что надо НО чистить, потому что НО непрерывно обогащается НО2. Это реакция, кстати, присущая оксиду свободно-радикальным молекулам, взаимное окисление, которое рождает появление виселящего газа, соответственно, НО2, НО2. То есть, все время надо чистить НО2, НО2, это ангидрит, он дает кислоту, это очень опасная вещь. Значит, минуточку, верните с вами, значит. Вот откуда, собственно, берется вот эти комплексы, моноядерные, так? Значит, вот, когда устанавливается равновесие, то электроны, железо, ДА7, переходит на, железо получает двухвалет, и НО2 выделяет ЦНО+. То есть, он работает и как донор, и как донор, и НО2+. Это очень важный момент, что он выполняет одновременно, так сказать, вот эти функции. Я хотел подчеркнуть такую вещь. Вот когда мы даем этот комплекс, мы даем то же самое в организм, мы тоже видим, так сказать, расслабление, понижение давления. Казалось бы, это просто объяснить, потому что расслабляются сосуды, давление системное падает. Но это, извините, когда мы вводим в организм, в организм появляется масса обратных связей. Например, имеется пара рецепторов на сосудах, которые, изменение размера сосудов, давления в них, дают сигнал, допустим, расширились сосуды. Дается сигнал в центральную нервную систему, приходят соответствующие, значит, вещества, адреналин и прочее, которые сокращают эти вещи. Но тем не менее, так сказать, у нас этого нет. Это означает, что эти комплексы работают не только как донор и НО, они блокируют вот эту обратную связь. Это очень важный момент. Но я дальше попытаюсь показать, что эти комплексы это не какое-то академическое, так сказать, синтезированное вещество. Они производятся в организме и они выполняют функцию рабочей формы оксидозота. Следующий. Значит, вот это вот вещь. Это вторая вещь. Значит, если эти комплексы разрушатся, эффективные, выделить из них, так сказать, из них выделяется много оксидозота, то, как известно, я об этом не сказал, что при малых дозах оксидозота работает как регулятор при микромолярных концентрациях, а при больших концентрациях он работает как эффектор иммунной системы. То есть, иммунная система, сейчас много говорят о прооксидантных системах и так далее. Оксидозота работает как эффектор иммунной системы, клеточного иммунитета. Именно с помощью его убивается система. Но здесь говорят, что прооксидантная система или как. Нет, на самом деле природа не любит разделять. О2- супероксид работает с ОНО с образованием пироксинитрита. Пироксинитрит разрушается с образованием кидроксильного радикала протонирования и НО2, и они собственно токсичны действуют. То есть на самом деле нельзя говорить, вот активные формы работают, оксидные азоты, они работают вместе. Я думаю, что и вот галоген, о чем говорилось у Панасенко, что на самом деле все работает вместе. Нельзя разделять природу, так сказать, на отдельные составляющие компоненты. Они работают вместе и вместе оказывают действие. Так вот, когда в больших дозах ОНО выходит, рождается много пироксинитрита, как одного из токсичных элементов, продуктов оксида азота, и он убивает клетки, так сказать, клетки-мишени. То есть иммунитет работает с помощью оксида азота, с помощью пироксинитрита, которые рождаются в результате объединения активных оксида азота и активной формы кислорода О2-. Дальше следующий слайд. Значит, я вам продемонстрирую, так сказать, всевозможные формы активности этих, как регуляторные вещи. Это вот, значит, высокая базальотаторная и, как следствие, капитензиевная активность. Не надо говорить, как следствие, потому что, если бы просто простое было следствие, нет, потому что гипотензия возникает потому, что эти комсы блокируют работу обратных связей, которые снимали бы действие, сосуд расширяющий действие оксида азота. Дальше он блокирует оксида азота, который выделяется, блокирует агрегацию тромбоцитов и в ряде случаев просто готовый тромбоцит. Очень эффективно работает, как ускоряет заживление ран. То есть оксид азота является элемент соединением, которое ускоряет заживление ран. Значит, вот касательно база азотации гипотензивной. Мы сейчас создали препарат Аксаком на базе завода в кардиоцентре в Москве, который, так сказать, сейчас проходит клиническое, так сказать, испытание. Сделано очень около, так сказать, более сотни уже на пациентах, как правило, с гипертоническим кризом. Практически во всех случаях получается хорошо, так сказать, без всяких последствий. Но почему без всяких последствий? Потому что мы работаем, мы используем то, что производит сама природа. Это не какие-то химические среднения, которые вызывают. Мы используем то, что производит сама природа. Это лекарство, которое производит сама природа. И это лекарство прекрасно работает. Но Минздрав, так сказать, как всегда тянет, это барьер, который преодолеть, что-нибудь трудно. Хочется тем, что это американцы сделают сейчас, и мы будем покупать американское лекарство. именно такого стиля который сейчас работает теперь вторая вещь лечение ран значит создан препарат на основе коллагена и в который вводится этот комплекс вот так сказать обычно на второй неделе райса примерно в 5 дней на заживление ран дальше при геморрале значит вот и здесь у нас присутствует представитель белорусской скотина коротко что вместе с ним было показано что усиливается эластичные свойства эритроцитов понимает что их работа капиллярной системы определяет всем насколько эластичные эритроциты нас к поскольку диаметр к примеру совпадает с размеры купить эграр и чем эластичные они чем-то сказать могут пропихаться через капилляры тем лучше под эффекта эластичность резко усиливается при обработке этих вещей дальше при геморрагии наш выживание поскольку не происходит сосудов а это предотвращает очень мощная эритрильная активность на животных по крайней мере таскать минимальных дозах вызывает мощную реакцию петисов вплоть до эффект необратимости начинается в экспериментах на миокардии на модели миокарда снимается зона и опасные зоны миокарда очень важный момент с нитрозирования белков который осуществляется с помощью вот этих комплексов которые генерируют и но плюс который нитрозирует тело дальше на карте антиапоптотическое действие это американское действие показано очень активно эти комс влияют на активность и на активность как активации так и подавление ряда генов очень интересная вещь аргентинцы сделали показали что эти комсы снимают заболевание ржой или раз там по-английски это означает когда по 10 грибков и заболеваний перестает усваиваться железо и вместо таскать зеленых растений при зеленых пшениц серо-желтое нечто состояние тоже железо не усваивается вот эти комс позволяет усваивать значит китайцы сейчас при с помощью этих комс преодолели у них были постоянные заражение пшеницы в 70-80-е годы когда пшеница поражалась этим грибков и не урожая таскать вместо зелени получалось нечто ржавое значит просто поливали сверху мне показывали значит эти картинки когда сверху полито не полито здесь зеленые стоят железо усваивается происходит синтез железо содержащих фермент то есть холорофия соответствующих органелл хлоропластов и так далее и а там таскать не урожай получается значит вот такого рода это половище таскать масса таскать вещей здесь сейчас этот список пополняется в список примерно пятилетней давности следующий слайд а это вот децид токсическое действие вот показано что при на в клетках клетках хила было показано что они эти комсы вызывают гибель клеток хила но при одном условии что если мы комс эти разрушаем хилаторами железо шкелаторы забирают железо выделяется много оксида азота и клетки хила погибают значит это действие от моего аспиранта бывших плещов вместе с немцами это действие на раковые клетки юрката клетки рака почек человека значит который вызывает папа аптоз этих клеток значит очень любопытные вещи от нами сделано что эти комсы могут вылечивать эндометриоз понимаете сейчас эндометриоз одна из проблем в женской популяции потому что химии прочее приводит к тому что развивается эндометриоз когда развивается значит клетки матки эпители они клетки выходят как внутри таскать в организм и начинается развиваться мощные опухоли вот сейчас процентов 20 между прочим поражена женщина этим заболеванием таскать это суровая вещь тоже постоянная боль мне вот таскать свой проспелек когда вы ведете эти вещи таскать то есть это я покажу что на экспериментальном эндометриоз ему полосы не лечим эти вещи ну это эндометриоз это женщины значит это такое это суровая вещь когда развивается причем они метастазируют они не злокачественные клетки то есть не растут бесконечно долго но от этого не легче потому что постоянная боль в паху так сказать это суровая вещь для и потом полностью блокируется репродукции 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 активных женщин вот и вот значит очень хорошую вещь немцы сделали о том что они подавляют развитие вируса в миокарде который приводит миокардит истончение стенок и развитие этого вируса вот создание аминокислот но следующий слайд пожалуйста следующий слайд вот это вот эксперимент уже на добровольцах это понижение давления вызвано и примерно 0 2 микромольный килограмм на самом деле это еще меньше потому что здесь таскать оценки немножко неверный вот давление понижается вот так сказать вот и держится одноразовое введение держится примерно 6 часов на другой день таскать она вот что касается пульса пульса показатель того что возникает ли обратной связи идет ли адреналин в ответ на расслабление сосудов пульса сказать подскакивает буквально некоторый время возвращается в исходном состоянии то есть блокируется адреналиновая реакция организма на расслабление сосудов значит еще вот на этом препарате создан создан назвал оксаком сейчас создан препарат он испытывается я уже говорил об этом ну по крайней мере около 150 человек пациентов с гипертоническим призмом было проверено ни одного не было так сказать каких побочных явлений и опять повторяю почему потому что мы используем природное соединение которые которым сам мозг сам организм работает таскать в ответ на повышение давления следующий слайд а это это вот примерно на пациенте вот так сказать вводится примерно этой килограмм значит у него лет 60 ему на 240 у давление там немножко понизили верхнее давление на части и нижнее давление вот так вот дается вот доза примерно 0 2 микромольный килограмм это 0 2 микромоль но этого 14 в общем это совсем полтора микро миллиграмм на килограмм вот это препарат на знак соком вот давление понижается и дальше держится на нормальном уровне таскать и больного писать до этого ничем нельзя было снять его гипертонический гриз следующий слайд а это вот проблема с эндометриозом значит эндометриоз вызывали искусственно это экспериментальный эндопресс как дун двух миллиметровые импланты матки по версии и питоми матки вырезались и пришивались на внутреннюю сторону брюшины брюшины и начинался развитие рост этих за месяц они вырастали вот вот видите вот так сказать вот эти 2 2 импланты разрослись до сантиметровых размеров дальше еще полтора месяца не сказать еще право чуть-чуть растину два месяца прекращается рост искать это не злокачественного но в общем то и вот если через четыре дня после как были зашиты тасказали зажила оперативные сказать ради ну сама зашиты цепочка вскрытие происходит в доминальной полости следующий слайд значит делалось так значит 10 дней вводился комплекс примерно 10 микромоли на килограмм а потом значит еще дождь и полмесяца удерживался тоже какой в контроле вырастали до сантиметровых размеров я вам показывал а здесь остались только ниточки которым пришивали имплант это по себе с то есть фактически разброса практически есть полное выздоровление полный по блокированию этих вещей если доводить эти комс когда уже развился уже эндометриоз когда опухоли возникли то видение последующих в течение 10 дней через месяц здесь я не приводил значит приводится тому что рост этих облогу исчезает соответствующие циста содержащие эти клетки ты теле они клетки матки и рост прекращается и ну потом она таскать устраняется просто из этих вещей это очень важная вещь и мы тоже добиваемся этого видения хорошо знаком с академиком адамян и лилой вадимировны который являюсь президентом начать я пытаюсь я извести да давайте она и она хирург это сказать и полезно тело на порезает так сказать эти опухоли инновидиальные опухоли и соответствующим местом сказать так но там у женщин на самом деле не как у животных это крупный таскать шарики таскать так а у них и диффузные опухоли по это очень трудно счесть все это делал обычно через два месяца 75 процентов женщин снова возвращаются этим заболеванием она посоветует там заверните так далее может биохимии изменится что-то произойдет но в общем-то ничего подобного таскать ну а это и лечение очевидно пройдет на скате опять это вот наша консервативная система которая медицинская которую таскать не идет я уверяю что сейчас это занялись американцы они я их опередил существенно опередили существенно они с их таскать инфраструктуру быстро догонит нас и сделают это практически вещь не просто больно за россию то что на самом деле мы пей 1 мы вы потом покупать эти вещи за валюту следующий слайд значит а это вот таскать гистологический картин это вот это вот там где мы лечили ведь это по-моему это вот контроль тот видны макрофаги осеменение сильное семейных версий макрофаги магито с тем чтобы уничтожить а здесь воспаление а это вот когда мы вместе вместо этих наших консу вводим нитрозы тела который тоже выделяют и но но они оказывают только худшее время почему а вот почему еще гипотеза такая что быстро растущие ткани выделяют хилаторы которые должны обеспечить их железом они очень нуждаются железе мы им даем комплекс железом они берут это железо и получает много и но а и но многих убивает то есть это как на мормышку а когда выделяется это мы даем то есть это избирательность возникает что то есть там где выделяется хилаторы там и эти ткани будут погибать а выделять быстро про реферирующие ткани а там где заская вот когда мы им нет розыгрызион он выделяет и но везде я нет такого избирательность поэтому он повреждает иммунную систему и обхоли начинают расти еще больше то есть вот это избирательность вот этих вещей следующий слайд ну и теперь была задача такая что же в общем то они попробуют ли рак если так сказать быстро про реферирующие ткани убиваются вот этими комплексами давайте попробуем действительно сказать получилось вот видите так получается это разные дозы это на значит льюис беременные клетки льюис это оплачивать злокачественную опухоль почек человека по моему то почек человека вот эти клетки пересеваются под спину и значит за месяц там вырастает мощный рюкзак из опухолей и так далее начали здесь считается очень легко посчитать размеров потому что они просто меряются таскать размеру это вот большие дозы это вот малая доза 2 микромоля она сказать блокируется начала но потом начинается рост значит почему начинается рост потому что есть одно объяснение известно что бактерии бактерии о которых сегодня говорил что они обрастают оболочка для того чтобы защищаться от всяких воздействий они она должна их убивать бактерии но они выработали у них генах есть так сказать система активируется гены которые уничтожают само и но окисляют его или восстанавливает то есть бактериях если бы бактериях не было этого мы не болели бы заразным болезнью потому что на все время производится оксид азота и больших констрации коммунностью на бактерии научились и синтезировать белки обычно это гем содержащие бенки которые либо окисляют устанавливают и но до этого либо в сана окисляют либо устанавливать и ну то есть и но нет и поэтому бактерии разве прекрасно развивается так вот мы возможно что раковых клетках тоже самое имеется в отличие от не злокачественных опухолей эндометриольных эндометриолитных опухолей которые не злокачественные они чувствительны к но раковая клетка как и бактерии запускают вот эту вот систему синтезы этих белков через активации отверстия сайтов на геноме и затем самым делают такие вещи но была такая гипоизма на самом деле у меня есть очень хорошие знакомые на на тайване называется китайская республика следующий слайд которым тоже занимаются вот этим комсом им удалось им удалось значит уничтожить за вы замедлить рост раковых клеток а я имею рак аденомы простаты человека клетки то же самое пересевание по спину вот идет рост опухоль под спиной трак простаты человека и когда они вводили вот эти комсы но мы вводили комсы с глютатионом от 3 пептид который содержится сиин они вводили меркоптаны маленькие молекулы и у них удалось вот видите у них это вот у них опухоль она стала падать то есть фактически они с помощью этих вещей научились подавлять эту опухоль я думаю что делал не только в том что бактерии она вырабатывает опухолевые клетки вырабатывать защиту от молекулы но они и здесь происходит следующая вещь что маленькие молекулы теолов к мы знаем что днк же выделяет и на плюс они трозируют они трозы начинают менять из агамбель ведь на самом деле у нас в организме непрерывно рождаются раковые клетки это молодого таскать даже у только что родившуюся ребенка сказать младенцы идет непрерывно сильно раковые клетки отбрасывается и они убиваются как ясно что с помощью оксидоза надо понять каким образом это происходит когда старый человек иммунитет не работает в чем дело может быть вот эта специфика действий вот этих омсов которые здесь работают значит я перехожу к последнему значит следующий слайд чтобы показать что на самом деле вот я говорила эпр там сигнал эпр который с помощью которых можно вы выделять искать их были открыты эти комсы на самом деле там еще и здесь биядерный комс с двумя железками они и парни активны но тем не менее значит можно их делать эпрными если вот и тел карбомат вот такие вот соединения есть это соединение которым были мной предложены для выявления оксида азота потому что если он связывает железо дать если то он связывает и но это ком супермагнитный метод импер можно выделять если выявлять оксид азота что и сделано было и сейчас около 5 так не считал около 600 работы с мировой литературе где этот метод используют для выявления оксида азота так вот мы использовали для того чтобы вот если есть и ядерный комплекс и парни активным мы даем вот эти штуки они выделяют вот это забирает одну фарма но на себя и получается фарма форму и парной форму возникает то есть мой метод импер можем выйти пи ядерный конкурс и оказал следующий слайд и оказалось так сказать ну вот видно что вы видите что вот мы вот эти сигналы пэр вот этих вот и модифицированных опусов и такой сигналы самих моноядерных то есть следующий слайд вот получается что вот получается что и на самом деле пи ядерных то на самом деле в 5-6 раз больше то есть основном в живых системах они представлены не в моноядерной а би ядерной форме которые парни активно и более того следующий слайд мы сделали такую вещь когда если дать липолис хоридру вызывает воспаление в организме и усиленный синтез гемпс но в продуцирующих ферментов индуциумные формы гоноциклазмы то мощный выделяется и на котором мы с помощью вот эта вещь так оказалось что вот этих комплекс который выделяет би ядерный примерно все и но включается в эти комплексы лишь отсюда вывод как вот первое я вам показал что они все вот эти комплексы днкж чрезвычайно активны и повторяют биологическую активность оксида азота раз и второе что количество этих комплексов равно примерно количество оксида азота вывод что эти комплексы является рабочей основной рабочей формы оксида азота то есть то что началось 60 год теперь завершается следующим что оксида азота да производится но он работает только благодаря тому что включается в эти комплексы которые выделяют потом подойдя к мишени действия выделяет оксида азота и но плюс ну следующий слайд ну и вот так сказать я показываю такую вещь что на самом деле нитрозотиолы и комплексы я вот в самом начале хотел провести общую вещь на самом деле нет ничего раздельного белых все все в целом это так вот нитрозотиолы рс и но и днкж это взаимно связанная система вот видите что получается из нитрозотиолы может сделать днкж распадаясь дают нитрозотиолы из которых снова можно то есть система саморегулирующая самоподдерживающая то есть нельзя говорить что это вот днкж или нитрозотиолы это одно целое мне хочется сравнить так сказать а физико образование на самом деле вот с этими с электромагнитными волнами что такое электромагнитная волна это магнитная электрическая компонента который меняет магнитный компонент при изменении по помните принципа рады переходят в электрическую компонент энергетическую понять и меня есть переходят в артитмы то есть это нечая единая и поэтому здесь это не поединой системы и это пиет так сказать системы которая должна в принципе давать автоволны антон федоровича линда я начаю все его следующий слайд будет показать что вот нам удается вот показать что система вот эта система рождает автоволны то есть капает русской схемы и появляются такие вещи то есть не какая-то линейная система это сложнейшая система которая все время рождает и надо подходить к этому систему как сложно такая конструкция динамической конструкции который все спасибо спасибо большое коллеги вот такая просьба извинения во-первых за задержку наших докладов но информация которую мы с вами получаем она закладывает у нас уверенность в том что эти активные радикалы и радикалы что активный их активность работа через оксидозон обычно так дается сероводород и возникает такой же сигнал как на самом деле сероводород работает через эти комсы включается в эти комсы усиливает их активность а что касается озона мое мнение такое что озон как проксида должен вызывать синтез и тусы бельный нос и тем самым вносить плачь из оксидозона то есть на самом деле мое мнение что все газомедиаторы а именно сероводород а зон и у природы и у природы может добавить они все работающие за оксидозон в системе спасибо большое я думаю что коллеги все поняли образный зон и у геннадий андреевич потому что он такой же увлеченный как бы и ученый и лектор поэтому он увлекся этим докладом